Россия одна из немногих стран в мире, где действует конституционный запрет на государственные идеологии. Тем не менее, на этот счёт возникает много споров. С одной стороны, в истории есть масса примеров, когда государственная идеология обанкротилась, а страна потерпела крах. С другой, непонятно, как, кем и где должны быть сформулированы идеи и цели для всего общества. Существует ли общество без идеологии? А что в нём превращается человек? И главное, вот это место, освобождённое якобы от государственной идеологии, ведь это святое место пусто не бывает. В той же конституции всё равно прописаны идеологические постулаты. Ну, чаще всего должны быть социальные государства, какие демократические свободы. То есть всё равно идеология присутствует. Но мы сейчас вышли на этап, когда страна другая, народ другой, осознание иное, а идеи нет. На мой субъективный взгляд, конечно, идеология вообще никуда не исчезала. Она трансформируется, видоизменяется, она принимает, так сказать, другие облики, но она вообще постоянно существует в том или ином виде. Действительно, правильно было сказано, что в 90-е годы не было идеологии, несмотря на эту статью в Конституции. Конечно, она была. Она была совершенно понятная, она была, так сказать, трактовалась очень просто, прямо и так далее. Сейчас, на мой взгляд, идёт речь о выработке, и в том числе мы сейчас в этом участвуем, какой-то более гибкой модели этой идеологии для России. И этот поиск неизбежен, я думаю, рано или поздно он каким-то результатом увенчается. Почему? Потому что действительно идеология является одной из главных предпосылок существования человеческого общества, но, по крайней мере, в его современном виде, это уж совершенно точно, особенно если есть политическая организация в виде государства. По-другому просто быть не может. Нет такой страны, ну, по крайней мере, на мой взгляд, такой страны нету на земном шаре, и в истории не было такого государства, у которого не было бы никакой идеологии. Его просто не существует. Это невозможно. Это одно из условий функционирования, более или менее эффективного функционирования государства и человеческого общества, потому что государство всё равно форма организации человеческого общества. Что касается образа будущего, да, действительно, у нас есть, знаете, перебор, мы присытились, естественно, но те, кто помнит, да, вот этой сверхжёсткой формулой, идеологической советского времени. Это, так сказать, пересвещение полностью поставило крест вообще на поиски идеологии. Он идёт. Даже когда мы говорим, что мы не хотим её, мы всё время интуитивно ищем. Почему мы с вами это обсуждаем? Потому что, на самом деле, интуитивно большинство из нас всё равно имеют некую идеологию или какие-то представления о ней и понимают, что она необходима. По поводу образа будущего, да, я почему говорю о новой гибкой модели? Здесь вот говорилось о том, что вот у России нет образа будущего и так далее, и вот она обратилась к прошлому. Мне кажется, это... Другой нас, в секунду, Андрей, ну, я же не перебивал. Что ж ты прям, философ, странствующий, прям, ну не можешь усидеть это самое. Ну иди по странствуй там, потом возвращайся обратно, поговорим. Ты думаешь, мне нравится, что ты говоришь, что ли? Нет. Так вот, по поводу образа будущего, по поводу того, что вот вернулись, типа вот нечего делать, вернулись к Великой Отечественной войне. Ничего подобного. Всё, на мой взгляд, сложнее. Дело в том, что у России за последний достаточно короткий исторический период было два очень чётких образа будущего, и оба рухнули. Советская модель отличалась одним из самых проработанных в истории образов будущего. Это был проработанный детально абсолютно образ будущего, которого, может быть, у многих других государств никогда и не было. Он был научно обоснован, под него, так сказать, работали целые институты, но этот образ обанкротился по разным причинам. На самом деле, либеральные 90-е, хотя и записали, что идеологии быть не может, выработали тоже достаточно понятный, абсолютно такой простой, лубочный, но тоже образ будущего. Он был... Ну, все его видели, так сказать, все его помнят. Совершенно простые, простейшие вещи. Вы будете много есть, так сказать, сладко спать, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, конечно. Потому что, так сказать, союз с другими государствами, и прочее. Про вас не знаю, мы нет. Секунду. И вы? Этот образ будущего был. Но и он обанкротился. Он объективно обанкротился и в глазах элиты. И в глазах огромного количества населения. Поэтому пошел, так сказать, начался поиск какой-то новой компромиссной модели. И в этой ситуации действительно обратились к опыту Великой Отечественной войны. А почему? Потому что это был на нашей исторической памяти недолго опыт, консолидировавший самых разных людей в борьбе за свое Отечество. Все очень просто. Причем в этом опыте, на мой взгляд, как раз уникально сочетались и материальные, и духовные, так сказать, фазы. Потому что сейчас, когда в основном говорят об образе будущего, говорят о материальных вещах. Но человек не животный, он не может жить только материальными вещами. Даже тот, кто отрицает все, отрицает религию, идеологию, историю, вообще все, все равно. На самом деле некий комплекс идей, некий комплекс духовных ценностей присутствует у каждого. И поэтому духовная составляющая, между прочим, в идеологии, она крайне важна. Ценностная, духовная, как хотите ее называйте. Так вот, опыту Великой Отечественной войны, почему к нему обратились? Потому что на недавние исторические перспективы он сочетал две вещи. Первое. Борьба за выживание. Второе. Борьба за жизненное пространство. Из-за, так сказать, ну какие-то материальные блага. И третье. Это духовные ценности. Самопожертвование собой ради победы добра над злом. Вот в чем дело. А вовсе не потому, что некуда было деваться, потому что это вот такое пыльное решение, ничего подобного. Оно было интуитивным. Его не выработали специально в администрации президента и прочее, прочее. Оно было интуитивным. И оно было правильным. Вопрос в другом. Вопрос в том, можно ли из этого, сможем ли мы из этого выстроить, так сказать, какую-то идеологию, направленную уже в будущее. Она выстраивается на самом деле. Потому что те идеалы, которые тогда сработали, они сработают и в будущем. Но есть, но тут включаются уже чисто практические проблемы. А способна ли элита соответствовать тем идеалам, которые задавала, задает опыт Великой Отечественной войны? Это серьёзная проблема на самом деле. Потому что да, можно народные массы действительно вдохновить тем опытом. И они вдохновляются даже без всякой команды. Потому что у каждого есть портреты, так сказать, дедов и прадедов, которые там погибли, были ранены и прочее, прочее. Но вопрос в соответствии. Когда вот, между прочим, там в России русские люди, россияне говорят о справедливости, очень часто они имеют в виду даже не деньги, не то, что, так сказать, возьмите у него и отдайте мне. Они имеют в виду равную ответственность в соответствии тем идеалам, которые действительно могут вести страну вперёд. А этого не хватает, мягко говоря. Браво. То есть уровня Великой Отечественной не было. Что через защиту Су-Отечества прошли многие страны в истории. Нет, это вопрос, это вопрос обращения этих ценностей в будущее. Я, кстати говоря, не считаю, что вот эти страны, которые тоже когда-то вставали и прочее, прочее, на защиту, они нормально, то есть эти ценности сохранили. Многие из них, на самом деле. Здесь именно вопрос в том, чтобы сохранить их, чтобы двигаться. Многие из них растеряли эти вещи. Вот сейчас, между прочим, огромное количество тех стран, которые да, когда-то вставали на защиту, сейчас к этому стали абсолютно неспособны. Почему? Потому что они эти ценности похоронили как атовизм. Мало этого, продолжаем мы, Сергей, большинство стран сформировалось как страны на идеологии победы в национально-освободительном движении, либо войне. И складывали свои изначальные идеологии именно на этом. Даже если вы посмотрите на Америку, то изначальные идеологии Америки складываются на отрицание опыта Британии. Еще маленький, маленький, буквально два слова. Здесь все-таки, Николай, два слова. Что есть все-таки между Великой Отечественной войной и вообще любой другой войной есть разница. Муспиальная разница. Потому что тогда действительно речь шла о победе над мировым злом. Это не просто, знаете, так сказать, освободиться от того или иного короля, или освободиться от того или иного колонизатора, или что-то в этом роде. Там речь шла о войне реально с человеко-ненавидческой идеологией, которая угрожала всему миру. И это придало этой войне такой, в том числе, ну, не знаю, кошмарный масштаб. Ну, такого масштаба больше не было. Поэтому ее и помнят. Конечно. Карен Георгиевич, если можно. Да, я тоже, так сказать, не хотел реагировать, а придется. Но я постараюсь сделать это максимально, так сказать, академически. Но по поводу индивидуальности. Индивидуальность осознается в контексте общества. Она не может быть без общества, потому что она только в контексте общества и появляется как таковая. Индивидуальность формируется в общественном контексте. Она общественной в значительной степени формируется. Индивидуальность, помещенная, например, в Антарктиду, индивидуальностью не станет, скорее всего. И это, секунду, я вас не перебивал. И это, между прочим, не раз подтверждалось, так сказать, ну, там, синдром Маули, что называется. Да, это первое. Второе. Что касается империи и государства, не является ни империей, ни государством для русских и россиян абсолютной ценностью. Это является способом выживания и существования в историческом процессе. Почему это стало так? В том числе, потому что, а, на самом деле, количество угроз, которые наш народ испытывал в течение исторического процесса, было смертельно велико, и только сильное государство могло их отражать. Ну, так сложилось, да? И, б, потому что, действительно, в этой организации народ искал некое более справедливое выражение собственных идеалов. Да, по-другому было невозможно, может быть, на целом ряде исторических этапов. Мне кажется, невозможно и сейчас. И третье. Здесь вот много было сказано о русской литературе, в том числе. Но я не понимаю здесь, как можно здесь обойтись без религиозных смыслов, и они крайне важны. Потому что, на самом деле, все ценности, даже всякие трансформированные ценности Запада, все они пришли из мировых религий. По большому счёту, религиозных смыслов не удастся, от них увильнуть не удастся. Если говорить о повороте Запада, поворот Запада, на мой взгляд, он концептуально состоит вот в чём. Запад пытается отвергнуть все мировые религии. И понятие греха как такового, греха больше нет. Более того, грех – это и есть то, на чём должно строиться новое общество. И вот это интуитивно отвергается огромным количеством людей в мире. Не обязательно там православных, русских, да, или, скажем там, каких-то других. Секунду. И европейцев, католиков, и мусульман, так сказать, разных, так сказать, разной национальности. Это действительно серьёзнейший конфликт. Запад устанавливает новую суперрелигию. Грех является той целью и той основой, которая легитимирует новое, так сказать, общество. В их варианте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.